Разбираем завалы на дороге. Троллёвочник. Это уже вторая партия, первая я далеко утащил. Троллёвочник. Троллёвочник. Сегодня у нас на очереди идёт калина. Калину тоже принимают вот такими гроздями, кисточками. 35 рублей килограмм. Но она по весу намного тяжелее шиповника. Здесь вот пока маленько набрал два ящика. Ну, примерно килограмм двадцать. Вот. К сожалению, комбайном её не пособирать. Поэтому нам понадобится собирушка, ножик. Ну и ведро большое. Вот такое двадцатилитровое ведро примерно весит около 15 килограмм. Сегодня за шиповником. Шиповник не стал собирать, потому что очень сыро. дождевик одевать по шиповнику что-то мне жалко. Он сразу весь заканчивается. Сейчас он маленько дорогу проложил. Хоть сорняки раздавил маленько. Надо вон туда попасть. Всё заросшее. Надо было сюда. На машине-то сигануть. Да, сюда. Это было бы. Вот она. Наша ягода калина. О-о-о. Ну и её тут. Не знаю. Я уже с этого куста ведро собрал. Тут ещё, наверное, пол ведёрка осталось. Вот. Первым делом надо потрясти, чтоб вся листва какая падает, насыпалась. О! Листвы почти нету. Так. Ну и просто так её вот так вот оторвать. Как бы. Ну, получается. Ну, проблематично, короче. Не всегда получается. Поэтому делаем. Так вот. Хоп. И всё. и в ведро. И в ведро. А второй рукой придерживать куст, чтоб он не болтался. Тогда быстро получается, в принципе. А я вчера, вчера, по-моему, без ножа сначала. Да блин, как её набрать? Надо, чтоб не вот такими длинными получалось. Вот. А коротенькими. столько всего. Ну, сейчас пособираю. Всё хмелем заросшее. Везде хмель, хмель, как лианы. Уральские лианы. Посмотрим, что получится. Сегодня недолго. Часика. Четыре-пять пособираю. Чё будет, то будет. Так хотя бы, как говорится, на хлеб с маслом. Сейчас одену соберушку. Сколько она у нас? Три литра. Вот. Значит. Шесть. Шесть соберушек таких. Ведро. Шиповник я тут уже собрал в прошлый раз. И всё это у нас находится вот в таком живописном месте. Берег реки Уфа. Там межевая. В этом году воды вообще мало. Обычно этот галичник не вылазит. Обмелела речка. А вон там у бобрахатка. Сейчас покажу. О! Повис на лианах. Можно дойти вообще до ней. Мне надо сапоги побольше. А вон себе какую забабахал хату. Я раз подойду. Лишь бы не упасть. Опа. Тут у него тоже ход. Прямо. Прямо. Прямо на него наступнул. О! Чуть не посередине реки. Выстроил себе. Птичка. Вот такой вот домик себе соорудил. Тут у меня еще нора. Вдали еще два таких домика. Пошел я собирать калинку-малинку. Здесь вообще калина. От веса ягод до земли вся упала. Вся обвешенная. Сейчас мы ей поможем. Поднимется. Ну, в общем, получилось. У меня сегодня вот четыре ящика и ведро двадцатилитровое. Ну, что-то мне подсказывает чутье, что тут фигня по деньгам выходит. Короче, лучше шиповник собирать. Ну, сейчас домой приеду, взвешиваю. Короче, приехал, пересыпал вон из ведра еще в ящики. Вообще невыгодно. Сорок с половиной килограмм минус. Так. Каждый ящик по пятьсот грамм. Раз, два, три. Минус три с половиной килограмма. Короче, тридцать семь килограмм. За, блин, пять. Больше пяти часов даже получилось. Это всего-то тысяча двести девяносто. Ну, тысяча триста. Минус бенз, минус пожрать, короче. Короче, вообще лажа полная. Это был первый и, походу, последний раз, когда я собирал калину. Ну, в принципе, если бы она была вся вот, даже не знаю, здесь. Большими, короче, гроздями, то можно ее, может, у нас собирать много. А так... А так оно того не стоит. Для себя, да. Для себя, конечно. Ну, себе я соберу еще. Хотя прошлогоднее еще осталось. Свежие маленько. Сделаю. Она спелая-спелая уже. Даже почти не горчит. Но, в общем, эксперимент показал, что калину, если по 35 рублей сдавать, вообще не выгодно. Лучше собирать чагу или шиповник, или металлолом. Ну, точно не калину. Ладно. Надо будет еще рябины набрать. Тоже денечек. Целый день пособирать рябину. И посмотреть, что получится. Ну, а на этом все. Если было полезно, интересно, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. И до новых встреч. Ха-ха-ха.